Доброе утро, дорогие друзья! Всем хорошего месяца! Месяц и луна ступил, и мы продолжаем изучать Тору, законы злойзыча и заповеди поверевающие. Значит, сегодня мы как раз изучаем еще раз последний в этой главе, дальше я не знаю, что дальше будет, я еще не открывал, но последние несколько советов, которые Равзелик Плестин дает по злойзычию. В первую очередь он советует, 73 совет, не обсуждайте людей. Если человек разговорчив от природы, ему трудно молчать, то пусть постарается говорить о чем угодно, но не о людях. То есть говорить можно о чем угодно, но не о людях. И о чем еще тогда можно говорить, если не о людях? Например, вот красивые значки летают, вот эти вот, в Facebook сделали значок. Это мы говорим о каких-то новых вещах, которые изобрели. Тема? Тема. О чем еще можно говорить? Можно говорить о тех знаниях, которые человек получает, можно делиться знаниями. Можно обсуждать литературные произведения, фильмы. То есть масса есть тем, на которые можно разговаривать, не затрадивая при этом людей и не затрадивая людей. Это вот такой у него совет. То есть не говорить про людей. Можно даже попробовать взять такое правило. Я про людей вообще не говорю. Да? Если в принципе вот отдалиться. Потому что самое тяжелое, это вот эти вот нюансы. Когда про людей говорю, но не про всех, не про хорошее, не очень хорошее. А про людей вообще не говорить. Вот такой совет. Дальше. Семь четвертая. Ни слова супругу или супруде. Надо приучить себя смотреть за свои речи даже в кругу близких людей. В семье, с родителями, с супругом, с супругой. Оставаясь с ними наедине, будем воздерживаться от обсуждения других людей. Чтобы из нашего рта не вышло ни одного злого слова, ни одной сплетни. Опять же, здесь проще всего. Вот это очень интересная такая штука. То есть если взять из себя правило про других людей не говорить вообще. Вот вообще не говорить про других людей. Я про других людей не говорю. Не обсуждаю других людей. Тогда ты в любом случае не скажешь лошонара. И ты не вызовешь лошонара ни у кого. Потому что у меня сколько раз было, когда ты говоришь хорошо про кого-то, то это может вызвать у другого человека про него плохое. Поэтому если в принципе воздержаться от обсуждения кого бы то ни было, то ты точно избежишь лошонара. Вот такой интересный совет. Можно говорить о себе? Можно ли говорить о себе? Наверное, можно говорить о себе. Но опять же, вот тут мы затронули такую тему интересную. Что такое? Какому идеалу вообще стремится человек? Опять же. Вот Машер Абейну. Машер Абейну. По Торе идеалом является полное отсутствие эго. То есть мы берем, есть в Талмуде такое рассуждение, что вот насколько был Давид, царь Давид, насколько он был велитий. Почему он был велитий? А вот он про себя говорил, я говорит, то ла в луиш. Я говорю, червяк, а не человек. И царь Давид это вообще величайший царь. Но как про него говорится, что он был, он сам про себя говорил, я червяк, а не человек. Талмуд говорит, а вот это самое, Абраам Абейну, прадец Авраам, он был еще более скромный, чем царь Давид. Что он про себя говорил? Он говорил про себя так. Ма они, он говорит, кто я? Афар Ваэфер. Я, говорит, прах и пепел. А Талмуд говорит, а самый скромный был Моше Рабейну. Моше, когда к нему пришел народ и говорит, вот ты нас выявил, не выявил, там туда привел, сюда привел. Он говорит, на кого вы вообще злитесь? Вы нахнума, нас нету. Меня вообще нету, он говорит. Ни меня нету, ни брата моего ворона нету. Мы проводники, воля Всевышнего. Кто я? Меня нету. И это Талмуд говорит, вот он был самый скромный для всех людей, это высшее качество. Поэтому, если человек не обсуждает других людей и не обсуждает себя, да, а о чем тогда он думает? Он думает о, значит, счастлив человек, вот мы сегодня первый псалом как раз считали из псалмов Давида. Счастлив человек, который не сидел в компании насмешников, и он со злодеями не общается и так далее. То есть, когда человек, человек должен заниматься делом каким-то. Каким делом он должен заниматься? Он может что-то изучать, он может работать, он может что-то создавать, он может изучать Тору, он может помогать кому-то. Но, выполнять заповеди, вот, пожалуйста, полно занятий, чем просто обсуждать, кому-то кости перемывать. Семь с пятый, семь с пятый совет. Говорит Равзелик Плистин. Вот когда вы хотите, если вы все-таки решили про кого-то говорить что-то, так мы тогда должны себе сделать такую проверку. Прежде чем сказать плохие слова о каком-то другом, давайте представим себе, как мы отреагируем на такие же слова, сказанные о нас. Если нас это обидит, то обидит. Если нет, то тут опять же есть нюанс. Есть люди, которые выросли и они выросли в атмосфере, когда все друг друга высмеивают. Например, есть передачи такие, да, Comedy Club, прожарка есть такая передача, ужасная вообще, когда люди просто с экрана телевизора позорят друг друга. Есть люди, которые считают, что это смешно, и они сами себя позорят. И тогда такой человек, который про себя говорит очень плохо, он спокойно будет говорить плохо про других. То есть, эта проверка, она работает только если человек сам про себя не говорит плохо. Но если он про себя говорит плохо, тогда он скажет, а я же не обижаюсь, я он себя и дураком называю, и тупицей, и там вообще, есть эти люди. Я слышал лично, что, недавно я смотрел, как два человека такие, очень причем уважаемые, но такие прям, знаете, ну вот из элиты называется, элиты такой власти, власти, бизнеса. То есть, такие с деньгами большими, прямо. И один другому говорит, ты, говорит, как мешок с, ну, ты как мешок, говорит, с мусором, да, еще хуже он сказал. Потом, значит, посмотрел на себя, говорит, и я тоже. Вот он вот так вот спокойно, он ему сказал, и он тут же про себя так же сказал. И это лошонарай, это очень неприятно. Но они вроде бы оба не обиделись, потому что у них это принято, то есть, это для них стало нормой. Поэтому вот эта проверка, она, мне кажется, для многих людей не работает. Что проверя, ты бы сам обиделся, не, я бы не обиделся, а он при этом может обидеться. Семьдесят шестой совет. Семьдесят шестой совет такой. Запомним важное правило. Если в каком-то случае мы сомневаемся, являются ли злословием слова, которые мы собираемся произнести в чей-то адрес, то имеет смысл считать их злословием, и поэтому не произносить. Почему? Потому что есть такое правило, что если у тебя есть сомнения в заповеди истории, то нужно устрожиться. Например, шаббат, когда наступает шаббат, шаббат, вроде бы, когда зашло солнце, уже день закончился. Пятница закончилась, все, солнце зашло, пятница закончилась. Но до выхода звезд, ночь еще не наступила. Когда выходят звезды, это точно ночь, это уже суббота. А как быть со временем между заходом солнца и выходом звезд, как быть с этим временем? Оно называется сумерки, и Тора говорит в этом случае, смотри, шаббат это заповедь из Торы. Если есть сомнения, это шаббат или не шаббат, то тогда мы должны устражиться, поэтому мы считаем, что шаббат начинается с заходом солнца, а заканчивается, мы тоже устражаемся, только в другую сторону, с выходом звезд. То есть получается, что шаббат длится не 24 часа, а 25, потому что мы здесь час добавили, вот этот сомнительный, и там час добавили сомнительный. Понятно? Лошонарай, это тоже заповедь из Торы, поэтому если мы сомневаемся, это лошонарай, разноязычие или нет, лучше промолчать. Как я уже говорил, когда один сын разбил машину, и мама ему говорит, скажи папе, сам скажи, я боюсь ему сказать, что ты разбил машину. В общем, сын сказал папе, что он разбил машину, приходит к маме, мама спрашивает, и что папа сказал тебе за то, что ты разбил машину его? Сын говорит, тебе как передавать, с ругательствами или без ругательств? Мама говорит, не, а зачем мне слушать ругательства? Я не хочу слушать ругательства. Сын говорит, тогда папа промолчал, ничего не сказал. Вообще просто промолчал. Поэтому, если есть сомнения, это лошонарай или нет, лучше промолчать. Как есть, мы уже упоминали, но может кто-то не слышал этот известный анекдот такой, когда женщина одна пришла к психологу, она тогда пришла и говорит, вот меня муж избивает. И психолог говорит, это серьезная проблема, расскажите, как это происходит. Она говорит, он приходит с работы, и вот так вот прямо ни с того ни с сего начинает меня избивать. Психолог ей говорит, вы знаете, я вам сейчас предложу одно средство, проверим, может оно поможет. Говорит, вы когда он приходит с работы, вы набираете в стакан березового сока, вот набираете в рот и держите. И посмотрим. Она говорит, ну очень странное средство, конечно, я думал, что его надо лечить, но попробуем. И вот она приходит через неделю, говорит, вообще все прекратилось, вообще у нас мир и вообще идиллия. А как этот березовый сок действует? А этот психолог говорит, так вы просто молчите, когда у вас рот в березовом соке, то вы держите, вы не можете ничего ему сказать. И не начинается скандал-конфликт. То есть оказывается, что была ее какая-то в этом тоже функционал, что у них был, конечно, но если мы видим, что прекратилось, все прекратилось, вот у меня дочка возмущается, сидит, слушает, говорит, как так? Я говорю вот так, потому что в конфликте всегда участвуют два человека. И если конфликт наступает, то очень часто, вот есть тоже известная история, когда один сидел и плакал, и говорит, зачем я их позвал, зачем я их позвал. Второй спрашивает, а что случилось? Он говорит, да я ушел, ко мне пристали хулиганы, ну я им отдал там часы, отдал бумажник, все. И они уже уходили. А я смотрю, лом на земле лежит, такая палка металлическая. И я им кричу, эй, козлы, а ну идите сюда. И они возвращаются, я хватаю этот лом, а он к земле примерз, зима была. И он сидит и плачет, зачем я их позвал, говорит, уже же уходили они, зачем я их позвал. Очень часто проблемы, которые приходят к человеку, не очень часто, вот здесь написал Дмитро Латуха, написал отрывок из Мишли, из притчи, что тот, кто сохраняет свой язык и свой рот, он шумер миш царот навшот. Шумер пиво лошино, тот, кто сохраняет свой рот и язык, он сохраняет от царот, от всех неприятностей, свою душу. То есть получается, что человек, который действительно остерегается, контролирует свою речь, думает, что сказать, то он, понятное дело, он избежит большинства неприятностей во всех сферах своей жизни, от здоровья до, ну, во всех. Хорошо, теперь, значит, все, мы дошли до 7-6 совета, там есть еще дальше главы, завтра посмотрим, что нам дальше Равзелик Плистин посоветует, как оберегать свою речь. А мы сейчас перешли к 46-й повелевающей заповеди Исторы. Заповедь очень странная, но она есть, постараемся сейчас ее, может быть, понять. Сделать нам ее вряд ли удастся, в наше время ее сделать тяжело, и мне очень непонятно, почему Хафетсхайм ее внес в эту книгу. Краткая книга заповеди, актуальная, заповеди, актуальные в наше время, потому что, может быть, потенциально ее можно выполнить, но ее не делают сейчас, не принято. 45-я была заповедь, мы учили, что если у человека умирает родной брат, без детей, то есть заповедь взять его жену, на ней жениться, и ребенок, который родится, то по кабале душа этого умершего бездетного брата опускается в этого ребенка. Такой очень понятный обряд, который в свое время его выполняли. Откуда мы знаем, что его выполняли? Его даже выполняли, эту заповедь, до дарования Торы, я вчера рассказывал. Иуда, когда у него было два сына, Эр и Анан, то когда умер Эр, то Анан женился на его вдове, на Тамар, и потом умер Анан, и должен был жениться на ней Шела, третий сын, но в итоге Шела не женился, женился на ней Иуда, и у них потом родилось два сына, и именно от этого брака пошел царь Давид, именно от Иуды, да, и пойдет от него в Машеах, то есть вот от такого вот интересного брака. Вот такой Ибум это называется, Митсва Ибум, заповедь Ибум. Теперь, ну если тот мужчина, который должен ее сделать, эту заповедь, если он не хочет, он отказывается, да, он говорит, я не хочу эту жену брата брать в жены, то есть бывают такие жены, что, например, в Торе, если у одной женщины умерло два мужа, то на ней жениться нельзя, потому что уже есть опасность, что они не просто так умерли, поэтому не советуют на ней жениться. Я недавно сыну показывал, я видел заголовок такой в новостях, что одна женщина села в тюрьму за убийство третьего мужа, она первого убила, второго убила, вышла на свободу, и какой-то тоже на ней женился, и она и третьего убила. Но по Торе, понятное дело, что в таком случае лучше, конечно, остерегаться. Но если просто они умирают, так на ней тоже нельзя жениться, потому что есть, может быть, она как раз и вызывает вот этот вот мозаль, эту судьбу, да, которая, которая, которая была. Тоже я вспомнил анекдот, что один мужчина, он лежит такой уже при смерти, и жена его рядом с ним сидит, и он очнулся такой уже при смерти, и она говорит, я с тобой, я с тобой. Он ей говорит, вот ты знаешь, я сейчас вспоминаю, вот когда я первый раз попал в аварию, ты же была со мной? Она говорит, да. Он говорит, а потом, когда я вылечился, я упал с третьего этажа и две ноги сломал, ты же тоже была со мной? Она говорит, да. Он говорит, а потом, когда я болел воспалением легких, ковидом, ты тоже была со мной? Она говорит, да. Он говорит, и сейчас у тебя при смерти, а ты опять со мной? Она говорит, да. Он говорит, не надо, говорит, быть со мной. Давай, может быть, это из-за тебя все со мной вот эти несчастья были? Может, это твой мозаль, мозаль – это судьба? Такая шутка тоже есть. Значит, здесь, в этой заповеди, жениться на жене умершего брата, предусмотрена вторая часть этой заповеди, даже не вторая часть, вторая заповедь. Вторая заповедь называется «Халица». Заповедь, повелевающая женщине пройти обряд халица при участии брата умершего мужа, если тот не хочет взять ее в жены. Сказано в Торе, причем очень странный ритуал, очень странный. В Торе написано так. Но если не захочет человек взять свою невестку в жены, то пусть его невестка снимет с его ноги башмак. Он сидит, это все прилюдно делается. Она, значит, она отказаться может свободно. Вдова свободна в своем желании вступить в новый брак. Но если у вдовы нет детей от умершего мужа, то любой из его братьев должен взять ее в жены. Это повелевающая заповедь. Если он не хочет, надо освободить женщину при помощи еще одной заповеди «Обряд халица». Как он делается? Значит, если мужчина, который отказывается давать вдовам своих умерших братьев, возможно, совершить «Обряд халица». Сейчас. Значит, как делается эта халица? Она подходит к нему, снимает у него башмак, туфель с ноги и плюет в него, в этот туфель. И отдает ему, говорит, «Ты отказался, отказался ты, сделайте и бум, вот это да, и все». И эти действия, помимо прочего, были позором для человека, ведь он не пожелал совершить строительство еврейского дома начато умершим братом. Это завершение, по словам Рамбана, является одной из глубочайших тайн человеческого рода. И нежелание исполнить заповедь считалось проявлением большой жестокости. Недаром называли его «дом, снявшего сапог». К такому человеку с небес падало обвинение. Представляете? То есть он не захотел жениться на жене брата умершего. И у него была эта заповедь. Он отказывался. Теперь она плевала ему в туфель. Это тоже заповедь освободить ее теперь для другого брака. И это считалось, что он сделал не очень хорошую вещь. Непонятно. Рамбан – это величайший каббалист. Он говорит, что здесь скрыты большие тайны. И действительно здесь какая-то есть особенная тайна. Я не знаю, какая здесь есть особенная тайна, потому что люди, которые жили в то время, когда был первый храм, когда было дарование Торы, которые прошли через раступившееся море, которые видели 10 казней, которые видели пророков, были пророки, которые просто люди, там чудеса была совершенно другая. В то время, например, были шедим, были демоны. Тора говорит, что в то время были демоны, и только тысячу лет назад демоны, они ушли и перестали соприкасаться с миром людей. Тысячу лет назад изменилась структура мира. 2000 лет назад, когда храм был разрушен, второй храм, тоже изменилась структура мира. То есть структура мира постоянно меняется. Мы наблюдаем, вот сейчас в наше время, тоже мы видим, структура мира меняется. Даже простая вещь. Средняя продолжительность жизни сейчас там 80-90 лет. Не было такого никогда. То есть я помню, вот как сейчас, лет 20 назад, когда я начинал проводить тренинги, я использовал статистику, все время я использовал статистику. Я говорил, средняя продолжительность жизни в Украине 67 лет у мужчин. То есть бывший Советский Союз была средняя продолжительность жизни меньше 70 лет. Сейчас больше 80. То есть мы живем, мы видим прямо на глазах меняется структура мира снова. Мы живем, посмотрите, что творится с этим интернетом. Это же последние, можно сказать, 20-25 лет. Просто мир поменялся. А сейчас к чему идет? Машины без водителей. Ну да, типа машина без водителей. И что? Как что? Это вообще в фантастических фильмах не могли такого показать. И люди клонируемые там. Просто мир меняется на глазах. И мы сейчас действительно не можем понять, что это было, потому что люди, которые видели там души, души заходили, уходили, эти демоны. Они жили в другой реальности. Они жили совершенно в другой духовной реальности. Поэтому мы сейчас изучаем эти заповеди, понимаем, что это есть, что можем, делаем, что не можем, не делаем. Но интересно очень, когда ты изучаешь Тору и выполняешь заповеди, через выполнение воли Всевышнего ты соединяешься со Всевышним. Это очень такая интересная вещь. Через изучение Торы, который является сообщением воли Всевышнего, ты тоже соединяешься интеллектуально с Богом. А через выполнение заповедей соединяешься с ним физически. А через молитву и благодарность, когда ты благодаришь Бога, ты соединяешься с ним эмоционально. И получается, что Тора на интеллектуальном уровне соединяет с Богом. Ты пытаешься понять его проявление в мире. Молитва, когда ты благодаришь и просишь, на эмоциональном, ты с Богом соединяешься эмоционально. И когда ты делаешь какие-то действия, даже вот особенно такие странные, как Халица или Ибум, то тогда ты, конечно, соединяешься с Богом физически. И это очень важно тоже. Все. Всем удачи и успехов. Хорошего месяца. Весь месяц мы друг другу желаем ктивавы, хатима, тава. Хорошей записи, хорошей печати. Через месяц уже нам осталась Роша Шана. Это будет день суда. Будут нас записывать в разные книги. То есть будет переход цикла одного в цикл другой. И будет как бы такой просчет человека как рентгеном каждого. Весь мир вот так пройдет сквозь рентген. И будет как раз высвечено, что ты делал, что ты собираешься делать. И каждый получит какую-то матрицу на следующий год. Все. Всем удачи и успехов. Для Бога день как тысяча лет. То есть для Бога один день как тысяча лет. То есть каждое тысяча лет это как день для Бога. Поэтому каждую тысячу лет у Бога начинается как новый день. Поэтому две тысячи лет уже два дня прошло с тех пор. Значит, и интересно, что сейчас же пять тысяч семьсот семьдесят седьмой или семьдесят восьмой год. Так, это очень интересно, что первое тысячелетие это как первый день. Это было тысячелетие, первый день творения. Второе тысячелетие был второй день творения.